Привет, друзья, с вами Гринлунд, и сегодня у нас обзор эксклюзивного набора Фуд-клана от Нека. Так что пристегивайтесь и погнали! Этот набор был эксклюзивом Нью-Йоркского Комик-кона 2016 года. И как видите, у нас здесь внизу написано 2016 год Нека. Передняя панель упаковки оформлена просто шикарно. Это Шреддер и клан Фуд в стиле оригинального комикса. На задней панели у нас очень красивая фотография Шреддера и его солдат Фуд. Come face your doom! Фуд, join me! Что в переводе означает «встретьтесь со своей судьбой», Фуд и присоединяйтесь. Передняя панель упаковки открывается. Тут видите, черные точечки, это липучки. Она на липучках, эта панель. И вот они, крутейшие фигурки Шреддера, солдата Фуд и даже утрома. Эти фигурки должны были выйти в 2009 году сразу после Нековских черепашек-ниндзя. Знаменитых черепашек-ниндзя, которых я вам сегодня, конечно же, покажу. Но тогда не сложилось и их выпустили в 2016 как эксклюзив и это очень здорово. Обратите внимание на внутреннюю сторону передней панели. Тут также есть эпизоды из комикса, которые в оригинале он черно-белый, но тут он окрашен. И сделано это просто обалденно. Вот он, Мастер Шреддер и его Фуд-клан. Фигурки сделаны очень круто, скульптурирование шикарное. Они очень похожи на своих прототипов в комиксах. Даже вот эти все полутени, черные штрихи и обведенные глаза футовских обычных солдат. Вот эти такие как будто смятые части одежды. Они делают более похожими их на комиксоидные варианты. Фигурки очень приятные на ощупь, они довольно тяжелые. Вот эти части одежды сделаны из такой мягкой резины и действительно они на ощупь как одежда. Шреддер в своем традиционном облачении. У него наплечники, накладки на руки. Все шипастое, все острое и опасное. Вот эти все шипы, видите, они из мягкой резины исполнены. И немножко его шипастые накладки на кистях, шипы на них немножечко помялись. На ногах у Шреддера тоже его традиционные шипастые накладки. Вот так Шреддер выглядит сзади. Тела фигурок сделаны практически одинаково. У Шреддера просто отличается оно этими шипастыми накладками. Также отличаются они формой одежды. У Шреддера есть передняя часть его обморгирования, которая вот тут свисает с пояса. У Ниндзя Фуд это просто такие длинные безрукавые футболки. Ну и конечно же у нашего элитного Ниндзя Фуд есть шляпа и плащ. Шляпа у него широкополая и у нее свисают вот такие части ткани, которые закрывают его лицо. На лице у него маска, похожая на маску Шреддера. Плащ сделан из мягкой резины. Тут видим отверстие, которое получил во время боя или зацепился где-то во время бега. Плащ очень клевый, плащ как настоящий выглядит. Если мы снимем с этого парня шляпу, нас ждет сюрприз. Вот такой вот колышек на башке у него. И как бы он рассчитан на то, что он должен ходить постоянно в шляпе. Потому что если он снимает шляпу, мы видим, что это вообще какой-то странный тип. Разбираем артикуляцию на примере солдата Фуд обычного. Артикуляция у них у всех одинаковая. Вот он вращает головой в разные стороны. И голова также у него поворачивается и наклоняется в шею вперед-назад. В плече у нас две точки артикуляции. Одна это само плечо. Вот оно поворачивается, крутится как на шариковом суставе, так и наклоняется в стороны. И просто повороты это там, где бицепс в плечо переходит. Также у нас есть в локте подвижная точка. И в кисти. Причем кисть как крутится, так и наклоняется. Видите? Вот. Очень крутая артикуляция. В тазобедренных суставах та же история. Они как поворачиваются, так и сгибаются вперед-назад. И крутятся вот тут. В колене. Просто. Вот в двух местах сустав сделан. Мы можем согнуть колено. И есть поворот в голени вот здесь. А также видим, что голеностоп у нас на сгиб идет вот тут. Сама стопа еще имеет. Смотрите, пальцы могут изогнуться. Вот так. Просто шикарная артикуляция, что позволяет нам позировать наши фигурки на полках. И очень в клевые разные позиции их выставлять. У каждой фигурки есть сменные кисти. Кисти для того, чтобы держать оружие. Сейчас мы им поменяем эти кисти и будем рассматривать оружие. Кисть прикреплена довольно-таки прочно. Вот я ее достал. И сейчас будем вставлять вот эту. Так, туго, плотно входит до щелчка. И, в принципе, все просто меняется. Выбор оружия у нас просто шикарный. У всего оружия серые рукоятки и такие серебряные лезвия. У нас есть здесь и ножи. Видите, на лезвиях еще такие полутени комиксоидные сделаны. Кроме ножа у нас еще есть два меча, которыми я вооружил шредера. Еще есть вот такая крутейшая нагината, которую можно вот так в двух руках держать и сражаться с черепашками. Какой-то вариант кусарегамы, где рукоятка ножа цепью скреплена с рукояткой маленькой головы. Конечно же, традиционный сюрикен. И вот такой вот нож с интересной ручкой, которую можно вот так вот, как за рукоятки вот эти небольшие держать, так и за среднюю вот эту большую ухватку. Как вы поняли, вооружен наш футклан до зубов. Мы можем менять оружие, менять позы солдат с оружием. И это постоянно будет обновлять нашу коллекционную полку, постоянно будет оживлять ее. Еще, конечно же, у нас в наборе есть вот этот прекрасный утром. Утром такой, как был в комиксах. Такой пришелец с щупальцами. И у него, гляньте-ка, артикулированы передние щупальцы. Вот так-то. Вот такой вот он клевый чувак. Очень классно сделан, классно все окрашено. Видите, что все прокрашено просто идеально. Нет нигде косяков, нигде зазоров, ничего не вылазит. Краска просто размещена. Даже вот посмотрите на его зубы, как они окрашены. Просто супер. Нигде на белую часть зубов черная краска не налазит. Фигурки сделаны с любовью, фигурки сделаны просто класс. И, конечно же, самая ожидаемая встреча. Нековские черепашки против Нековского фуд-клана. Вы видите, что в своем соотношении фигурки сделаны просто супер. Шреддер и люди из клана фуд выше черепашек ниндзя, как это и было в комиксе. И теперь они могут сражаться по-настоящему. Ну что, черепахи? Вам пришел конец. А это мы еще посмотрим консервная банка. Вот мы с вами и познакомились с оригинальным шреддером и фуд-кланом от Нека. Набор этот очень крутой и он станет украшением каждой черепашьей коллекции. Вообще, я считаю этот набор одним из лучших в истории черепашьего коллекционирования. Он просто суперский. Я в восторге от него. А свои мнения, как всегда, оставляйте в комментариях под видео. Напишите, понравился ли вам шреддер и фуд-клан от Нека. Нравится ли вам смотреть обзоры на что-то эксклюзивное по черепахам. С чего бы вам хотелось увидеть еще. А на сегодня это все. С вами был Гринл. Друзья, кава-банга, чуваки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok